Приветствую вас и если отвечать вам в общем, то ответы вам следует искать в себе, в своем партнере, в своем отношении к детям и так далее. Это вот если в общем. А если подробно, то вы пишите. Здравствуйте, спасибо. За что? Спасибо, аноним. Непонятно. Мне 37 лет. Вы пишите 24-я, но и 4-я. Вот, то есть скоро вам будет 38 лет. И у меня нет детей. Ну и что? Но нет у вас детей. И это трагедия. Вы хотите быть мамой? Зачем? Для чего? Нет, я понимаю, что вопрос звучит, может быть, немного глупо, но понимаете, в чем дело, когда человек говорит, что он хочет детей, и явно переживает это того, что детей у него нет. Волей-неволей возникает вопрос, а зачем? Зачем дети? Для чего дети? Дети, чтобы что? Дети, чтобы как-то реализоваться, дети, чтобы как-то, я не знаю, может быть, что-то получить. Какие-то желания ваши удовлетворить, например, и так далее. То есть дети, чтобы что? Вот, на мой взгляд, этот вопрос вам нужно очень хорошо постараться проанализировать, потому что пока непонятно. Вы говорите, у меня нет детей. Это не у вас нет детей, как вы пишите. Это у вас с партнером нет детей. И это, как вам сказала моя коллега, не только ваши проблемы. Это проблема у вас обоих. Значит, далее. Вы говорите, не знаю, где искать. А, нет, врачи говорят, есть шанс. У вас проблемы со здоровьем есть. Что врачи вам говорят, что есть шанс. Просто как-то вот непонятно. Если есть шанс, значит, есть какие-то проблемы со здоровьем. Если есть какие-то проблемы со здоровьем, то, полагаю, именно с этого и нужно начинать сперва. С проблем. Какие у вас проблемы? Как они, эти проблемы у вас выразены? Как вы лечитесь? И так далее. Если вы здоровы, то это одно. Если вы, там, не до конца здоровы, это другое. То есть, постарайтесь ответить на эти вопросы. Они важны, очень важны на самом деле. Для вас. Далее вы говорите, что я уже не знаю, где искать ответы. А где искали? Понимаете, если есть шанс того, что вы, грубо говоря, можете забеременеть, если есть шанс, то это ведь не сто процентов, вы же понимаете. И нет ничего удивительного, что у вас нет детей. Потому что это шанс, и он может, он может этот шанс выпасть, а может и не выпасть. То есть, момент здесь вот такой. И, на мой взгляд, это важно. То есть, вы принимаете шанс, который вам дают врачи, которые вам говорят врачи, как стопроцентную гарантию того, что у вас будет ребенок. Вот это мне непонятно. Чего вы взяли? Почему вы решили так, что стопроцентная гарантия будет? Непонятно. Я уже не знаю, где искать ответы. А где искали ответы? Ответы на что? Если мы говорим о том, почему вы не можете забеременеть, и если дело не в врачах, если дело не в медицине, то я полагаю, что это проблема ваше психологическое состояние, ваше психологическое спокойствие. Как сказал мой коллега, что вы сами своим страхом не забеременеть, не даете себе забеременеть. То есть, женщине, чтобы забеременеть, нужно расслабиться, нужно быть расслабленной. Вот. И здесь возникает вопрос, а ваше сверхмотивации завести ребенка? То есть, если имеет место быть сверхмотивация, то эту сверхмотивацию нужно снизить. Чтобы вы не так сильно хотели ребенка. Ребенок, ребенок, его еще нет. И вы не можете хотеть его, потому что его нет. Вы же говорите, что так хочется испытать радость быть мамой. Значит, вы идеализируете этого самого ребенка. Вы его идеализируете. А это значит, что он вынужден будет, если родится, действовать так, как вы хотите. То есть, он должен обравдывать какие-то ваши надежды. Возникает вопрос. На мой взгляд, вполне логичный. А зачем это ребенку? Почему ребенок должен это делать? Вот, я полагаю, об этом вам и стоит подумать. Так, и о том, для чего вам, как я уже сказал, быть мамой. Обязательно. То есть, чем вызвано такое вот решение? Чем оно именно вызвано? Чем оно продиктовано? Такое решение. На этом все. Я думаю, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!